Первая встреча со школой будущего. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт впервые побывал в Международной академической школе Одесса. О достоинствах уникального учебного комплекса рассказал президент образовательного учреждения Сергей Кивалов. Просторные, оборудованные интерактивными дисплеями классы, спортивный комплекс, школьное кафе, все подъездные пантусы и лифты для детей с особыми потребностями здоровья. Гости образовательного комплекса получили возможность узнать, как работает одна из лучших школ страны. Это пример для исследования таких поведения, таких действий. Мені здається, что как бы в нас каждая людина, которая имеет возможность по каждому региону, хотя бы по одному такому объекту додала в нашу краю, в освоту нашої країни, то это был бы уже пример для исследования иншими. И я сподіваю, что саме, саме завдячуючи телебаченню, завдячуючи журналізмам, завдячуючи поширенню цього досвіду и прикладу, я сподіваю, что у нас появятся еще и другие. Наследованием приклада Сергея Васильевича Кивалова, возможно, и другие тоже будут иметь спроможность, желание делать такие вещи. Сергей Шкарлет выбрал для посещения международную академическую школу. Вы знаете, он был удивлен. Удивлен тем, что в Одессе и в Украине есть такие школы. Он удивлен еще и тем, что это социальный проект, который отвечает всем требованиям. Мы смогли со своей командой реализовать этот проект, проект школы. Я как сейчас вспоминаю, когда много лет назад мне говорили, что вряд ли здесь вы сможете построить школу, но оказалось, мои оппоненты были неправы, и я этому рад, что мы смогли построить настоящую школу, школу будущего, где предусмотрено все для того, чтобы школьники, наши дети получили хорошие знания и комфортно себя чувствовали в стенах Международной академической школы. Строительство бассейна в школах предусмотрено национальной программой президента Владимира Зеленского «Большое строительство». В Международной академической школе построили сразу два бассейна. Уроки плавания для школьников – предмет обязательный и является бесплатным. Для учеников младших классов предусмотрен отдельный малый бассейн, а дети постарше занимаются в бассейне олимпийского образца на шесть дорожек. «Як завжди, одесситы перевиконали завдання. Школа дуже вражає. Реально, зовсім по-новому, по-сучасному сформований не тільки освітній процес, а ще й наповнення оцього освітнього простіру, мабуть, а не стільки процес. Бо діти мають не тільки навчатися, діти мають знаходитися в тій атмосфері, яка буде спонукати до засвоєння знань, до, принаймні, до якогось комфортного перебування в закладах освіти». Ещё одним обязательным предметом в школі являются шахматы. Эта игра, которая официально признана как вид спорта, раскрывает потенциал ребёнка, помогает вырабатывать определённые психологические навыки и учит ответственности. «У нас все дети играют в шахматы, начиная с первого класса и заканчивая восьмым классом. И это даёт свои результаты. Приходили дети и не знали даже, как передвигаются фигуры шахматные, то сегодня они с родителем уже вечером играют, они между собой играют. Мы организовываем первенство школы по шахматам. Шахматы у нас – это номер один». Это здание невозможно не заметить, проезжая мимо. А переступив порог учебного заведения, сложно поверить, что это действительно общеобразовательная школа, в которой учатся дети. Здесь повсюду задействованы высокие технологии. И современная система безопасности с 240 камерами наблюдения. И электронная проходная с индивидуальными биометрическими картами для пропуска. Широкие светлые коридоры ведут в учебные классы, которые тоже не похожи на классы в обычной школе. Просторные помещения, где есть место и для игры, и для отдыха. Высокие потолки, необычный яркий дизайн интерьера. Новая, идеально подобранная подростка учеников мебель. И современные интерактивные дисплеи смарт-борд, учиться с которыми намного легче и интереснее. Совсем новые технологии, необычные нам. Я в такой школе бы с удовольствием учился. С удовольствием. Я думаю, что каждый отец, мать, увидев такой пример, конечно, возьмет его как высший элемент и ориентир для себя. И, конечно, это, снова таки, очень позитивные, хорошие впечатления. Чувства максимально теплые. И не потому, что у нас сейчас жарко на улице, а потому, что, ну, побывали в, по крайней мере, с точки зрения инфраструктуры, потому что сейчас лето, и мы не видим учебный процесс, но с точки зрения инфраструктуры в эталонном учебном заведении. Это и классы, это и спортивные объекты, это и кафе, которое находится в школе, это и медицинский блок, и рекреации, и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, не забывается и о духовной составляющей, духовной компоненте. Поэтому чувства максимально теплые. И хочется только низко поклониться тем людям, которые стояли у истоков этой школы, в том числе и Сергею Васильевичу, и те, которые продолжают, в общем-то, вкладывать себя, душу свою, всего себя, в то, чтобы эта школа продолжала работать, развивалась. И я абсолютно уверен, что на образовательной карте Одессы и Украины у нас появилась новая звезда. Гордостью школы является спортивный комплекс, который включает в себя спортивный зал олимпийского формата. В школе дети имеют возможность заниматься всеми видами спорта – футболом, боксом, большим теннисом, волейболом, а также есть своя школьная команда черлидеров. Кроме того, завершается строительство еще одного спортивного комплекса во дворе школы. На этом заседании Рада директоров, на котором и глава областной администрации, был присутствием, именно и отметили вклад Сергея Васильевича Кивалова не только в университет Одесская национальная юридическая академия, а вообще в инфраструктуру спортивного города, там, где я мав честь вчера побачить, это и накрытый стадион, и два футбольных поля. Сегодня то, что есть в школе, тоже это международный уровень, который не соромно вообще и нужно показать, как пример, что до наследования этого спортивного наполнения обучения обучения. Для нас это событие, то, что сегодня министр освятой науки Украины нашел время и возможность посетить школу. Школу будущего предусмотрели все то, что есть, чтобы она отвечала всем требованиям. По-моему, она отвечает. Помимо этого, в школе действует множество дополнительных кружков и внешкольных занятий, и каждый ребенок может выбрать различные увлечения по своему вкусу. Родители имеют возможность оставлять детей в школе на целый день, будучи уверенными, что они не будут слоняться без дела и всегда будут сыты. Все классы малокомплектные, что дает учителю возможность уделять внимание каждому своему ученику. Когда-то идея, а сегодня полноценно функционирующий образовательный комплекс успешно завершил первый учебный год, который успел принести немало успехов. Ученики Международной академической школы Одесса стали призерами художественных конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний. Он был приятно удивлен то, что мы сделали. Мы сделали это. Это не показушная школа, что замазали стены, построили что-то такое, и потом сдавать этот объект. Правда, еще после строителей год прошел, мы еще кое-что доделаем. Вот спортивную площадку сейчас заканчиваем. К первому сентября 2021 года она будет готова для всех учеников. Тренажеры для самых маленьких, я уже говорил, чтобы они выходили, занимались на тренажерах. Общешкольная программа, внешкольные занятия, спортивное образование и духовное развитие. Еженедельно в школе ведут уроки христианской этики. Школьников начальных классов знакомят с историей религии. Но здесь стандартные уроки превращаются в интересное познание духовного мира. Ведь в структуре школы есть два храма – Иоанна Богослова и храм Сергия Радонежского. Предмет основы христианской этики дети изучают факультативно, по желанию родителей. Верхний храм в честь преподобного Сергия Радонежского, покровителя всех учащихся, а Иоанн Богослов – покровитель всех богословов. Именно архитектура была выдержана глубокой древности, для того, чтобы Византия показать эпоху жизни Иоанна Богослова. Детки просто так заходят часто? Да, у нас и уроки проходят непосредственно здесь, когда нужно наглядно показать облачение, Евангелие. Министерство освіти и науки взагалі дуже тісно співпрацює с Всеукраїнською радою церковь и религийных організацій. Журна релігія світу ще не видавала якихось порад або цитат, які б шкодили суспільству взагалі, або гальмували певний розвиток. Всі вони приблизно схожі. Ті десять заповідей, які є, по яким канонам має жити в цілому світ. Тому, об'єктивно, мені здається, що це непогане сусідство і духовного закладу, і освітнього процесу. У нас же заміститель директора по духовно-воспитательній роботі. Єсь така единиця, він сам проводить з ними занятия, лекції там проводить, і практичні занятия. І непосередньо в храмі. У нас храм освіщен митрополитом київським і все Україне Ануфрием, який приїжджав в начале учебного року, освітив. І, знаєте, діти с удовольствием туда ходять, на эти занятия. Діти посіщають, діти приглашають своїх родителів, щоб вони тож заходили в цей храм. Діти показують своїм родителям, які не вміють, як молиться і які праздники є. Це дуже важливо. Международна академічна школа Одеса строилась почти 10 лет. Це було сложне для країни время. Однака строительство не прекращалось, і год назад Одеса получила інновационний образовательний комплекс. Мінистерство высоко оцінило подход к учебному процесу і создання комфортних условий для учеников. Школа будущего только делает свої перві уверенні шаги, але вже успела стати талоном, на который будуть равняться багато учебних заведень.